Привет всем! В данном видео я хочу рассмотреть такой вопрос Почему при эксплуатации смесителей вдруг с крана стала самопроизвольно капать вода? В чем причина? Как эту причину устранить своими силами, не прибегая к помощи магазина? Рассмотрим на примере кран-букс Вот у меня керамическая кран-букса В принципе ее действия Вот я взял смеситель Здесь хорошо видна такая выемка седло Вот оно В это седло при закручивании кран-буксы становится резиновая прокладочка Затем при закручивании, вот мы когда закручиваем Вот эта резиновая прокладочка упирается в седло Также упирается в керамические пластины И тут две керамические пластины между собой тоже уплотняются За счет вот этого уплотнения и создается герметичность кран-буксы Если при длительной эксплуатации появился вот такой зазор Вот я взял старую кран-буксу Тут уже сильный зазор А так вот если он появляется Маленький зазорчик То вы его так не почувствуете То он начинает с крана капать вода Сейчас мы разберем кран-буксу И посмотрим Что можно сделать, чтобы кран не капал Ну я новый брать не буду Возьму старый Разбираются Они там в принципе все одинаково Но есть кое-какие нюансы Вот к примеру Здесь, чтобы разобрать кран-буксу Надо снять вот это стопорное кольцо Тут вытащить штифт Тут ничего не надо Просто так надавить Тут тоже вот есть Где-то у меня тут было Вот тут стопорная шайба Вот сейчас мы разберем и посмотрим Вытаскиваем вот эту вот Стопорную шайбочку Вот я ее вытащил Отодвинем пока Наши кран-буксы Вот я положил Так, а теперь, чтобы ее разобрать Тут ничего сложного нет Можно вот так вот снять резиночку И надавить пальцем И вся конструкция у нас выходит Только самое главное Чтобы вот эти вот пластинки Вы не перепутали А вы их и так не перепутайте Потому что по-другому вы их не поставите Это керамика Здесь Очень гладкая поверхность За счет этого и Но происходит герметичность То есть вот так вот закрыта Вот так открыта Так, причины, по которым могут Кран-буксы пропускать в воду Ну, я сейчас Назову Дезначительные причины Ну, вот это вот Но прокладочка Не герметично Соприкасается вот с этими С керамикой Можно ее пойти Заменить Если не помогло Некоторые Изоленту подкладывают Тоже Нам надо Устранить люфт Люфт, который находится Люфт, который находится Вот на кран-буксе Вот этот люфт Как только мы его устраним Течь у нас прекратится Возьмем вот этот вот штук Здесь вот находится Такое вот колечко Вот на пластмассу А почему они сделали пластмассовую Я не знаю Потому что пластмасса Быстро изнашивается Вот она Некоторые советуют как Подобрать по толщине Такое же кольцо И из проволоки Скрутить Типа шайбочки Ну это я так Грубо делаю Но конечно Такой способ Он не на всех кран-буксах Работает И он не Он ненадежный А почему? А потому что Кольцо не цельное И При закручивании При открывании Или при закрывании Это кольцо вот так вот Разжимается Все И кран-букса у нас Не будет работать Какой выход? Выход самый оптимальный Или Найти вот такую Шайбочку Из меди Или из алюминия Но это будет найти ее Проблематично Но самый оптимальный Способ Ставим на место Старую шайбу Берем Если у вас есть Вторая Плохая Кран-букса Оттуда снимаем Вторую Шайбочку И у нас получается Здесь уже Не одна Как они с завода Шли А две И толщина Тут стала Больше И поэтому Этот шток У нас Не будет Ходить Взад-вперед И Будет Хорошая Герметичность Так Чтобы собрать Это все Можно вот таким Ставим все На место Здесь у нас Вот они Пазики На На самой Керамической Пластины Здесь пазики Они должны попасть Тут пазы тоже есть Давайте я возьму Сейчас Хорошую Новую Кран-буксу Чтобы было видно А то Это вся Все черная Вот давайте Вот это Разберем Раз Все Вот у нас Все выскочило Так Как я уже И говорил Вот видите Здесь одна Шайбочка Она Пазмассовая Мы Чтоб Устранить люфт Еще сюда Одну шайбочку Подкладываем Из старой Кран-буксы И потом Собираем Все на место Некоторые здесь Мажут Герметиком Но я вам скажу Если кольца Хорошие То и И никогда Но вода Не пройдет И герметик Тут тоже Он Вряд ли чем Поможет Это только что Легче будет Накрутиться Кран-буксы Вот и все Так Вот мы собираем Вот мы собираем Вот они Пазы Вот сейчас Резкость Так Вот они Вот они Пазы Здесь И пазы У нас будут В самом корпусе Вот они Вот если видно Вот там вот Сбоку Так Собираем Здесь у нас Все встало Здесь тоже Пазы должны У нас тоже встать После того Как мы Все это Хозяйство Соберем У нас Течь Прекратится Сейчас Она прилипла Можно даже Вот так Вот Крутим Вот Поставили А теперь Вот эту Только Не перепутайте Стороны Все Вот у нас В пазы Стало Вот Здесь Вверх Вот это Вот Манализина Тоже Тут Есть Выемки Аккуратно Отставим Все У нас Кранбукса Готово Ставим На место Вот эту Вот Стопорную Шепочку Все У нас здесь Люфта нет Некоторые Проверяют В магазине Дуют Вот в это Отверстие Если воздух пропускает Значит кранбукса Нерабочая Это все полностью Ерунда Почему? Потому что Сейчас все детали Находятся В свободном Положении После того Когда вы В кранбуксу Будете Закручивать Ой После После того Как Как вы Сместитель Будете Закручивать Кранбуксу У вас Вот эта Прокладка Прижмется На К седлу И все Детали У вас Сильно Прижмутся Сильно Прижмутся И устранится Любая Течь Поэтому То что Некоторые Ну проверяют Дуют Франбуксу Это Не проверка Это так себе Поэтому Вот основные Я хочу Сделать Упор на то Что Основная Неисправность В том Что Появляется Люфт Чтоб Его Устранить Я Повторюсь Подкладывайте Две Прокладочки Я Показывал Две прокладочки Пластмассовые Подкладывайте И все Как только Люфта У вас Здесь Не будет Все Кранбукса Будет вам Еще много Много Лет Служить Ну вот Вроде бы Я что хотел То я вам Сказал Если понравилось Подписывайтесь Ставьте лайки Все Пока